Приветствую всех своих подписчиков и новых зрителей. Я очень рада, что вы снова со мной. Сегодня я приготовлю чизкейк. Чизкейк блюда европейской и американской кухни, предоставляющая собой сыросодержащий десерт. Обычно основанием чизкейка является печенье, смешанное со сливочным маслом. Но я решила приготовить его с бисквитным коржом. Для приготовления коржа нам понадобится экстракт ванили, сахар, мука и 4 яйца. Сначала отделяем желтки от белков. Затем высыпаем 150 г сахара и начинаем взбивать. Взбиваем 4-5 минут. Масса должна увеличиться, побелеть практически до пиков, но не сильно. Не взбиваем до самых пиков. Вот такой примерно консистенции должна получиться масса. Затем добавляем желтки и продолжаем взбивать еще 2-3 минуты. Добавляем 1 чайную ложку экстракта ванили и продолжаем взбивать. Постепенно в нашу массу высыпаем 150 г муки и взбиваем до однородности, недолго. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали и ставьте лайк, если рецепт вам понравится. Смазываем формочку сливочным маслом и выливаем в нашу форму предварительно замешанное тесто. Духовку надо разогреть до 180 градусов. Ставим выпекаться наш бисквит в заранее разогретую духовку на 20-25 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Бисквит готов, оставляем его остывать. Когда бисквит остыл, достаем его из формы. На моем канале есть другие рецепты тортов, выпечки, десертов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео, также как и точное количество ингредиентов. Прикладываем бисквит на блюдо и сверху накладываем кольцо от разъемной формы. Смазываем кольцо от разъемной формы внутри сливочным маслом. Затем вырезаем полоску из кондитерской бумаги и вот таким образом приклеиваем ее к формочке. Приготовим крем. Для этого нам понадобятся маскарпоне, сахар, сок лимона, творог, желатин и сахарная пудра. Заливаем желатин водой. У меня желатин вот такой в листиках. Если у вас другой желатин, то я вам тоже указала точное количество в граммах в описании. В емкость выкладываем творог. У меня вот такой творог мягкий, я живу за границей, у нас здесь нет другого творога. И 500 грамм маскарпоне. Немного поливаем лимонным соком и добавляем 7 столовых ложек сахарной пудры. Хорошо перемешиваем венчиком. Если у вас такого творога нет, то это вполне можно сделать и с йогуртом, и со сметаной, или со сливками. Только сливки предварительно надо хорошо взбить. Выливаем 60 миллилитров воды и 80 грамм сахара. И ставим разогреваться до закипания. Когда вода закипела, добавляем в нее растворенный желатин. Хорошо его отжимаем. Вот у меня он в таких листиках, его надо хорошо отжать. А обычный желатин обычно размешиваете и тоже добавляете в горячую, закипевшую с сахаром воду. И хорошо перемешиваем все до однородности, вне огня уже. Когда желатин хорошо расплавился, растворился весь, надо чтобы он хорошо растворился, добавляем его в заранее замешанный крем. И хорошо перемешиваем. Я перемешиваю лопаткой. Можно перемешать также миксером, но недолго. Взбивать не нужно. Пробуем крем. Если сахара недостаточно, то можно еще немного добавить сахарной пудры. Не сахара, а сахарной пудры. Выливаем сверху крем на наш бисквит. Хорошо выравниваем. Выровнять можно лопаткой, ложкой, тем, чем вам удобно и что у вас есть. Стараемся выровнять получше. Убираем бисквит с кремом в холодильник. Приготовим желе. Для приготовления желе нам понадобится желатин, пюре из красных фруктов, немного воды для того, чтобы растворить желатин и сахар. У меня уже сладкое пюре, поэтому сахар мне не понадобится. Заливаю водой желатин. Вот пюре у меня вот такой консистенции. Для этого можно использовать и самим сварить пюре из свежих или замороженных фруктов с сахаром. И процедить потом, и миксером перемешать. Либо из любого фруктового пюре доводим до закипания. Надо, чтобы пюре закипело. И добавляем растворенный желатин и хорошо перемешиваем. Перемешиваем до однородности, чтобы никаких комочков не оставалось. Чтобы желатин побыстрее остыл, можно его перелить, вот как я, в тарелочку. Затем достаем из холодильника чизкейк и поливаем его сверху заранее подготовленным желе. Хорошо выравниваем. Помогаем при помощи лопатки, либо ножичком или ложечкой, как вам удобнее. Осторожненько, вот так. Да, желе уже должно остыть, но не сильно. Чисто, чтобы оно не было горячим. Все готово. Отправляем чизкейк в холодильник на 5-6 часов. Достаем чизкейк и аккуратненько вот так убираем кольцо. Затем убираем кондитерскую бумагу. Но осторожно. Сильно не тяните, чтобы ничего нигде не нарушить. Вот такой красивый чизкейк у нас получился. Сейчас я вам его разрежу, покажу, какой он получился внутри. Такой чизкейк вполне можно приготовить без выпечки, если за основу взять не бисквит, как приготовила и выпекла в духовке я, а печенье, раскрошенное в крошку и смешанное со сливочным маслом. Получился чизкейк очень-очень вкусным. Исходя из того, что творог у меня был 8-процентным, поэтому получился он совсем не жирный. С ингредиентами можно смело экспериментировать. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. Субтитры создавал DimaTorzok